То, что можно увидеть здесь, на окраинах Дебальцева, ярко контрастирует с заявлениями Киева о том, что украинские войска покидают город едва ли не стройными колоннами. Вот, видно, бежали в панике, бежали на гражданских машинах. И, похоже, здесь эту колонну пыталась остановить украинская же группа. Среди личных вещей ополченцы нашли вот такую каску. Естественно, не уставная. Кто-то из украинских бойцов не поленился взять её с собой из дома. Немецкая каска ещё с 40-х годов была найдена в блиндаже офицерском. Вот это 13-го батальона Черниговского. Фашисты. Командир казачьей разведки с позывным КОТ рассказывает, здесь был укрепрайон. Украинские войска обустроили несколько линий обороны. Блиндажи, траншеи. Вот противотанковая пушка, рапира. Огромное количество боеприпасов. Это снаряды с СВГ. Это всё было брошено. Пытались отойти вглубь дебальцевского котла. Ночью, незаметно, когда поняли, что колонну обнаружила разведка ополчения, открыли стрельбу. Бой шёл почти 7,5 часов. Это было позавчера. Сегодня в самом Дебальцеве относительно спокойно, но вокруг города слышны звуки перестрелки. Ополченцы готовы вывезти мирных жителей. Тех, кто устал от бесконечной канонады. Тех, кому теперь негде жить. Эвакуационные автобусы подогнали сегодня и в соседнее Чернухино. Этот посёлок тоже практически полностью разрушен. Но большая часть людей не хочет уезжать даже с развалин своих домов.